Искусство Почти 60 лет назад Тенденция к минимализму Насчитывают примерно 100 лет И это я говорю о европейском минимализме Так как в Японии Подобный стиль Появился сотни лет назад И как сказала бы моя младшая сестра Это прошлый век Это было уже очень давно И наверняка уже всеми забыто Но на самом деле Несмотря на столь почтенный возраст Минимализм сейчас Не просто, как мы сказали бы В диссертации Не потерял своей актуальности Минимализм Переживает второе рождение Он на пике Популярности Он используется В веб-дизайне, фотографии В дизайне интерьера В дизайне техники И есть даже такой стиль жизни Минимализм И я сегодня в своей лекции Попробую найти какие-то Философские основания Или хотя бы причины Такой популярности минимализма Но первое, что приходит в голову И что хочется сказать по поводу этого стиля Это то, что минимализм критикует Общество потребления То есть Нам всем уже порядком надоело Так много образов Так много товаров и услуг Которые нам предлагают Различные компании Текстов Всего слишком много в нашей культуре Да, действительно Минимализм критикует Общество потребления Но Очень важно На мой взгляд То, что Минимализм Тем не менее Не пытается уйти За рамки потребления Если вы Вобьете в YouTube В поисковик Минимализм То В лучшем случае Вы найдете там Пару лекций О Искусстве минимализма И Все остальное Видео, которое вам предложат Это будет Блогеры Видеоблогеры В основном Блогеры Девушек Которые Описывают Как они Постигли стиль жизни Минимализм И как они Замечательно Теперь живут Поэтому Я скажу пару слов О данном стиле Жизни Как они его называют И почему Это все-таки Потребление Дело в том Что Как пишут Как говорят Сами эти Блогеры Минимализм Не стоит Путать С отказом От благ Жизни Обычно Такую Идеологию Такую Жизнь Когда Человек Отказывается От Развлечений От благ Жизни Называют Аскетизмом Это могут быть Аскетами Могут быть Например Монахи Которые Уходят От цивилизации И Там Они постигают Бога Молятся Ему И конечно же Ограничивают Себя Во всем Но Минимализм Не такой Девушки Которые О нем Рассказывают По их Внешнему Виду По той Обстановке В которой Они находятся Можно понять Что они Явно Не стремятся Отказаться От всех Благ Цивилизации А к чему Же они Стремятся На мой взгляд Очень хорошо Эта цель Была Прописана В книге Которая Вышла В 2005 Году Это книга Александра Шуенбурга Немецкого Журналиста Графа Который Описал Как Бедным Жить Стильно Книга Называется Искусство Стильной Бедности И хотя Он сам Себя Не называет Минималистом Но Те Кто Придерживаются Вот этого Стиля Жизни Они Считают Его Такой Иконой Одной Из На самом деле Очень много Произведений Ну На мой взгляд Не очень Высокого Уровня Литературного Но Любопытно Так вот Шуенбург Пишет Что Наша Цель Это Снова Получать Удовольствие От жизни И Получать Удовольствие От Потребления Дело В том Что Такое Обилие Продуктов Товаров Текстов Кино Образов Оно Не позволяет Нам Получить Истинного Удовольствия От каждого Из них Что же Делать Вот В книге Свою Он довольно Подробно Обисывает Все советы Включая То Что Не нужно Ездить На автомобиле Или Как Одежду Выбирать Ну Какие-то Такие Довольно Бытовые Вещи Как Получать Снова Удовольствие От потребления Вот Один Из Вариантов Это Продление Как Продлить Вот Это Удовольствие Во времени Нужно Например Предвкушать Как Это Выглядит Ну Допустим Что Вы Идете В Какой-то Магазин И Видите Там Прекрасный Кусочек Тортика Который Вам Вот Сейчас Захотелось Съесть Но Но Если Вы Минималист То Вам Следует Отложить Своё Желание То 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 Сейчас Купить Его И Скушать Быстренько А Подождать Да Вы Будете Все Равно Его Кушать Это Не Отказ От Вот Этой Радости Но Вы Продлите Тем Что Например Скажете Себе Этот Тортик Я Скушаю В Субботу Или В Воскресенье Это Будет Прекрасный День Для Того Чтобы Побаловать Себя Или Например Вы Можете Этим Тортиком Себя Мотивировать Сказать Что Я Допишу Доделаю Главу Диссертации И Тогда Себе Позволю Скушать Что-то Вкусного И Вот Это Предвкушение Сделает Приятным Для вас Время Пока Вы Ждете Пока Вы Ожидаете Потребление Данного Продукта Это Один Из Вариантов Который Предлагает Минимализм Второй Способ Снова Получать Удовольствие От Потребления Это Акцентировать Внимание То есть Убрать Все Лишнее И Акцентировать Своё Внимание На Каком-то Желаемом Желательном Для вас Продукте И И Здесь Мы Переходим К Эстетическим Практикам Минимализма Эта Фотография В стиле Минимализма Она Ничем Не Примечательна Я Ее Выбрала В общем-то Случайно Как Связана Вот Эта Эстетическая Практика С Акцентированием Внимания В стиле Минимализм Как В стиле Жизни Есть Такое Понятие Часто Применяют Те Кто Пишет Книги По этому Поводу Расхламление Расхламление Это такой Процесс Когда Вы Убираете Все лишнее Вплоть до Уборки В доме Просто Выкидывать Какие-то Ненужные Вещи И Также Например Отказываться От общения С неинтересными Людьми От Чтения Какой-то Литературы И так далее Расхламление Когда мы Выбираем Что-то На чем Следует Действительно Сделать акцент И На что Следует Направить Своё Внимание В Дизайне И Фотографии Применяется Похожий Термин По смыслу Он Обозначается Как воздух Фотографы Говорят Что Нужно Дать Воздух Тем Объектам Которые Вы будете Фотографировать Воздух Это не просто Пустое Пространство Вот как Здесь Сейчас Такая Большая Сцена Много Пустого Пространства Но это еще не воздух В этом смысле Воздух Это Ощущение Это Субъективное Переживание Наличие Некоторой Пустоты Внутри Которой Вещь Вещь Как бы Живет Вот Посмотрите На это Изображение Здесь Мы видим Что явно Сделан акцент На одной Из вещей Это Пальто Или куртка Все остальное Как бы Сопровождает Эту вещь Во-первых Это конечно Чаще всего Какой-то Светлый фон Который не Должен отвлекать Внимание И Какие-то Мелочи Которые Как бы Создают Структуру Пространства И вот Структура Пространства Это Важное Понятие Не только Для Стиля Минимализма Фотографии И дизайна Но и Для Искусства Вот Данная Фотография Как мы Понимаем Скорее всего Призвана Продать Продать Определенный Товар И нужно Сказать Что маркетологи Очень активно Используют Минимализм В качестве Такого Продающего Стиля Но Конечно же Когда Минимализм Только Начинался Ни Какой Продажи По крайней мере Вот Курток Или пальто Не шла Речь А речь Шла Именно О пространстве Вот Одно Из Первых Произведений В стиле Минимализм Наверное Самое Известное Вообще-то У него Нет Названия Но В народе Его называют Полочками Это Произведение Дональда Джатта Когда Он Создавал Это Произведение То Вот Эти Полочки Да Как Их Назвали На самом Деле Просто Прямоугольники Из дерева Покрашенные Были Заказаны Джадом На фабрике Может показаться Что это Такой Ну Это просто Лень Может быть Художник Он Это был Это был Такой Жест Который Показывал Зрителю Осведомленному Что Джат Делает Не полочки Это Вот Эти полочки Это не Есть Основное Произведение Искусства Произведение Искусства Это Пространство Которое Джат Должен был Организовать То есть Грубо говоря Можно Сказать Что Вот Те Промежутки Которые Есть Между Этими Полочками Вот Это Произведение Искусства Которое Создал Джат И Действительно Вот Эти Промежутки Они Были Просчитаны Это Определенная Пропорция И Обязательно Строго Они Должны Соответствовать Друг Другу Ни Миллиметра Не должно Вверх Низ Лишнего Быть То есть Здесь Мы Имеем Дело С Пространством Которое Как бы Презентует Само Себя Пространство В чистом Виде Без Человеческих Без Человеческого Взгляда Без Смыслов Человеческих Даже Природных Смыслов Здесь Нет Это Такое Математическое Или физическое Пространство В чистом Виде Поэтому Искусствоведы Говорят Что если Мы Повесим Там Рядом Монолизу То Произведение Потеряет Смысл Оно Должно Быть Таким Ему Нужна Отдельная Стена Отдельный Угол И только Так Потому что И стена И угол Это тоже Часть Произведения Искусства Джада Многие Считают Что И справедливо Считают Что Произведения Минималистов Максимально Неантропны То есть Они Бесчеловечны Если Переводить На русский Язык Бесчеловечны В том Смысле Что Здесь Нет Человека И Сами Минималисты Говорили Что Не нужно Тут Искать Никаких Смыслов Это Вообще Не о Смысли Это О пространстве Без Человека Вот Какая-то Математическая Реальность Сама По себе Но Только что Недавно Я вам Рассказывала О том Как Замечательный Стиль Минимализм Применяется В рекламе Как Его Перекладывают Вот эти Идеи На Жизнь Человека И оказывается Что Очень хорошо Минимализм Подстраивается Под Человеческую Жизнь И Действительно Если бы Он Не подходил Так Замечательно Для нас С вами То Он не был бы Столь популярен Оказывается Что Вот это Пространство Неантропное Очень Хорошо Подходит В качестве Фона Для человеческой Жизни И Это Доказал Уже Сам Джад В виде Его Произведения Искусства Некоторые Инвесторы Стали ему Предлагать Создавать Интерьер Ну ведь Правда Если это так Похоже на полочки Почему бы Не сделать Комнату Состоящую Из таких Полочек И Каких-то Еще Может быть Нужных Нужной Мебели И Здесь Перед вами Дом Джада Где он Сам Жил Со Своей Семьей Сейчас Там Музей Это Нью-Йорк И Это Несомненно Стиль Минимализм Чтобы Понять Почему Или Как Это Работает Почему Минимализм Подходит Для Человека Я бы Обратилась К Такому Примеру Который Современный Современный Дизайнер Архитектор Работающий В стиле Минимализм Приводил Свои Лекции Его Зовут Борис Убаревич Боровский И Он Рассказывал О своих Работах О своих Проектах У него Очень Много Изурбежных Российских Проектов Дизайнерских Он Говорит Ну вот Представьте Сделали Вы Себе Комнату В стиле Классицизм Или в стиле Ампир Все очень Красиво Много Деталей Колонны Прекрасно Глаз Радуется Но В какой-то День Воскресенье В субботу Вам Не хочется Надевать Костюм Вам хочется Походить По дому В халате Может быть Поваляться На диване Но По сравнению С Вот этим Стилем Окружающим Вас Вы будете Возможно Чувствовать Себя Ущердно Но в любом Случа Вы в него Вписываться Не будете Потому что Классицизм Ампир Любые Классические Стили Стили Требуют От человека Соответствия Им нужно Соответствовать И Я очень Люблю Санкт-Петербург Но Некоторые Мои Друзья Которые Там Живут Уже Достаточно Долгое Время Жаловались На то Что Петербург Давит Давит Вот в каком Смысле Ну вот Один мой Друг Рассказывал Как он Каждый день Проезжал На работу Мимо Исаакиевского Собора Это конечно Сначала Кажется Просто Великолепным Вы едете На автобусе И видите Такую красоту Но Потом Вы привыкаете И Допустим Вы едете Уже на работу Думая о своих Проблемах О том Что вы что-то Не сделали И будет вас Начально Кругать И проверка Какая-то На носу И тут Эта махина Появляется Перед вами Как бы Показывая Всей своей Красотой Великолепием Насколько Вы ничтожны Насколько Ничтожны Ваши мысли По сравнению Вот с этим Невероятным Неподавляющим Человеком Произведением Искусства И вот Если мы Вернемся К этому Примеру У Боревича Боровского Дальше Он продолжает А если Вы сделаете Комнату В стиле Минимализм То смотрите Как будет Замечательно Протекать Ваша жизнь Сегодня Вы захотели Походить В домашнем Халатике И Может быть С разрепанными Волосами Не собираться Никуда Не выходить С дома Минимализм Нейтрален Вы можете Там находиться В любом виде И наоборот Допустим Вы захотели Закатить Какую-то Вечеринку Позвали друзей Да мы Разоделись Какие-то Экзотические Наряды Отлично Они будут Выглядеть Очень хорошо На этом Ну таком Нейтральном Фоне Таким образом Минимализм Показывает Себя Как Пространство Без Смыслов Пространство Которое Идеально Для того Чтобы Стать Фоном Для того Чтобы Раскрыть Любого Человека Не нужно Быть Сверх Великим Для того Чтобы Хорошо Смотреться В интерьере Стиля Минимализм И Отвечая На главный Вопрос Почему же Минимализм Стал Столь Популярен Я бы сказала Что это Очередная Попытка Человека Стать Счастливым Счастливым В таком Простом Смысле Счастливым Значит Что у него Будет легкая Жизнь У него Будет много Удовольствий Они будут Длиться Долго Вот такое Простое Человеческое Счастье И Вероятно Минимализм Это Поиск Такого Простого Счастья Но Меня Как Философа Радует То Что Это Счастье Не гарантируется Сразу Здесь И сейчас Прежде чем Ее достичь Необходимо Организовать Пространство А чтобы Допустим Вот так Организовать Пространство Нужно Довольно Много Поработать Вообще В интерьере Например Минимализм Это не Самый Дешевый Стиль Если Это Действительно Именно Минимализм Он Предполагает Дерево Камень Довольно Дорогие Материалы Хотя Все это Выглядит Очень И Очень Просто И В завершение Я хотела бы Дать Может быть Несколько Практических Советов О том Как Отличить Минимализм От Других Стилей Или От отсутствия Стиля Вот здесь Будет очень Хорошо Видно Что Минимализм Это все Таки Работа Да Она делает Нашу жизнь Может быть Легкой Но Прежде всего Нужно Эту работу Проделать Здесь Две Фотографии Я их нашла В инстаграме Сразу скажу Что Они мне нравятся Я совершенно Не против Этих Фотографий С личных Страничек Все замечательно Я никаких Претензий К авторам Не имею Но Одна из этих Работ Действительно Выполнена В стиле Минимализма Они обе Были под Хештегом Минимализм А вторая Не соответствует Почему Не соответствует Потому что Прежде всего Здесь нет Композиции Я думаю Вы видите Где Это нижняя Картинка Минимализм Предполагает Несколько Даже Искусственную Композицию Если вы Приглядитесь То здесь Есть Линия Идущая Вниз И линия Идущая Как бы Ну Вот так Это должно Выглядеть То есть Это Как считается Композиционный Композиционный ряд Который Благоприятно Воспринимается Человеческим Глазом И мы видим Что все это Здесь довольно Точно Простроено На второй Картинке Такой Композиции Может быть Она как-то Пытала Она в каком-то Зачаточном Состоянии Но она Не простроена Ну И кроме того Цвет Конечно Цвет Обязательно Должен Быть Однородным Контрастным Или Нейтральным Хотя бы То есть Это могут быть Например Пастельные Какие-то Тона Но Обязательно Однородные Да То есть Вот На второй Картинке Мы видим Что сливается Фон И то Что Он должен Как раз Этот фон Нам показать Он не должен Сливаться Он не должен Выпячивать себя Здесь Немного Более Сложная Ситуация На верхней картинке Мы видим Интерьер Который Сочетает в себе Минимализм Но Это все-таки Уже уход От Минималистического Именно стиля Дело Дело в том Что Здесь Видимо Дизайнер Постарался Добавить Некоторого Уюта Такой Текстурный Ковер Милые Шторки Ну Здесь Не очень Видно Достаточно Бестрое Для минимализма Разнообразие Цветов И вот Такой Такая Попытка Сделать дом Уютным А уютный Это значит Некоторая Обжитость Присутствие Человека Это как раз Отход От минимализма Потому что Ну вот Мы видим Картинку Внизу Она довольно Холодная Да Это даже Может быть Ну Несколько Такой Грустная Унылая Такая Картинка Но Она Неантропна То что Я говорила До этого О неантропности Пространства Которое Выстраивает Минимализм Это пространство Которым Практически Которое Практически Ничего Не должно Говорить О человеке О своем Хозяине А поэтому Хозяин Должен Как бы Сам О себе Говорить Все Что он Хочет Сказать Спасибо За внимание